Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Елена Прокопьева. Сегодня в нашем выпуске. Во время праздников некоторые предприятия работать не будут, в то время как часть городских служб будет работать в усиленном режиме. Отдел культуры подготовил для горожан праздничную программу, которая пройдет на площади возле спорткомплекса «Юность» в новогоднюю ночь. Ильичевцы рассказали нашим корреспондентам, как готовиться к встрече Нового года, а также поделились праздничными пожеланиями. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. Напоминаю, что телерадиокомпания «Ильичевское телевидение» проводила конкурс на лучшую новогоднюю композицию. В течение всех зимних праздников конкурсные работы будут украшать студию новостей ИТ-3. Сегодня в нашей студии работа, созданная учеником 3-го Б-класса 4-й школы Виктором Бабиченко и его сестричкой Маргаритой Песцовой. Зимние праздники можно отмечать по-разному. В семейном кругу, в ночном клубе, в ресторане или кафе. Но чтобы обеспечить комфортный, приятный и, главное, безопасный отдых Ильичевцам, ряд городских предприятий и служб будут работать в обычном или даже усиленном режиме. Многие жители нашего города с нетерпением ждут прихода зимних праздников. Это хорошая возможность отдохнуть несколько дней, посетить новогоднее представление или просто пройтись по нарядно украшенному Ильичевску. В полной мере ощутить зимний отдых уже с 29 декабря могут ильичевские школьники. Конечно, нам очень повезло, что снег выпал именно вот так вот, прямо в начало каникул. Я собираюсь очень хорошо отдохнуть, в принципе, гулять с друзьями, там на санках кататься. Маленькие каникулы будут и у Ильичевских дошколят. Городские детские сады закроются на выходные с 1 по 4 и с 7 по 11 января. С 12 января дошкольные учреждения начнут работу в обычном режиме. Также будет работать и с полком Ильичевского городского совета и все остальные государственные и коммунальные учреждения и организации. 1 января выходной в поликлинике Ильичевской бассейновой больницы. Изменят график работ и финансовые учреждения. Ощадбанк закроется на выходные 1, 2 и 7 января. С 1 по 5 января, а также в Рождество, выходные дни в Марфинбанке. В Ильичевском морском торговом порту с 20 часов 31 декабря до 8 утра 1 января прекратятся разгрузочно-погрузочные работы. Не могут себе позволить новогодние каникулы многие городские предприятия торговли. Ведь от них зависит наполнение мешка Деда Мороза и устройство праздничного новогоднего застолья. Супермаркет «Виртус» 31 декабря будет работать до 22 часов, а 1 января откроется в 11. Рынок утренний закроется на выходные 1 и 7 января. В праздничном режиме будет работать и торговый центр «Таврия-В». Мы поздравляем всех телезрителей с наступающим Новым годом и спешим сообщить, что 31 числа мы работаем в усиленном режиме с 7 часов утра до 23 вечера. И 1 января с 10 утра до 22 часов вечера. В праздничные дни наш ассортимент и количество товаров увеличивается, так что мы всех рады приветствовать нашу магазин. Конечно, сложновато обслуживать людей, подсказывать, показывать. Будем работать до 11, будем все дружненько работать, надеемся, что справимся с этим. Круглосуточно будут работать и городские службы такси. До нового 2015 года осталось совсем немного времени. Городской отдел культуры подготовил для лечевцев праздничную программу, которая пройдет на площади возле спорткомплекса «Юность» в новогоднюю ночь. Новый год, как известно, праздник семейный. Многие любят его отмечать в узком кругу родных и друзей. С нарядной елкой, излюбленным салатом оливье и шампанским под бой курантов. И этот новый 2015 год некоторые горожане также будут отмечать дома. На новогоднюю ночь мы соберемся всей семьей, встретим под куранты, ну, под украинский курант, под речь президента, выпьем шампанского, ну, будем отмечать Новый год. Ну, я думаю, что мы будем в кругу семьи, в кругу семьи, с родственниками встречать Новый год. А накроем салат, выпьем по 100 грамм шампанского и будем смотреть Новый год по телевизору. Если бы, конечно, почками были в порядке, я бы шампанское выпил. А так придется зеленый чай, вот, зеленый чай и мед. И с благими пожеланиями всем и вся. Мир и согласие. А вот для тех, кто привык проводить первые часы Нового года возле главной городской елки, Ильичевский отдел культуры запланировал насыщенную культурную программу. 1 января около 2 часов ночи на главной елке города перед жителями выступит городской голова Валерий Хмельнюк. Разноцветными огнями загорится фейерверк, а потом начнется праздничный концерт и дискотека. Встречая Новый год в узком семейном кругу или с Ильичевцами возле главной городской елки, нужно сделать все, чтобы празднование было ярким и запоминающимся. Ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, таким он и будет. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей. В связи с плановыми ремонтными работами в понедельник 5 января с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске по улице Карла Маркса 13, 13А, 15, а также предприятии «Астелит». Ильичевский РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства. По информации Ильичевского городского отдела милиции, с 24 по 31 декабря оперативными дежурными было получено и зарегистрировано 120 сообщений и заявлений граждан о правонарушениях и других происшествиях. Из них 24 с признаками уголовных преступлений. В среду 24 декабря от жителя Видеополя поступило заявление о том, что с ремонтного бокса станции техобслуживания на улице Победы украдены автозапчасти на сумму 18 тысяч гривен. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили гражданина, совершившего данное преступление, который дал признательные показания. По факту открыто уголовное производство ведется до судебной расследования. В последнее время участились случаи мошенничества. Так, в среду 24 декабря в дежурную часть милиции обратилось двое жителей Мечовска, которые сообщили о том, что мошенники под предлогом приобретения бытовой медицинской техники по низким ценам завладели их деньгами в размере более 18 тысяч гривен. К одному из самых любимых праздников Новому году жители нашего города готовятся заблаговременно. Семейные застолья Ильичовцев не обходятся без традиционных блюд. Многие стараются подобрать особенные подарки для своих близких и друзей. Новый год – праздник полный символов и традиций. Многие жители города считают необходимым соблюдать новогодние обычаи, особенно при устройстве праздничного стола. Почти в каждой Ильичовской семье есть свои любимые и особенные блюда, которые готовят только на Новый год. На Новый год обычно мы готовим оливье, холодец, голубцы, обязательно бутерброды с красной икрой, семгу, курицу и картошка с мясом. На новогодний стол моя мама делает запеканку из яблок. Она очень вкусная. Еще делает в духовке с сыром и с грибами, такой как печеный пирог. Потом еще у нас никогда не было Нового года без оливье, без мандарин и без красной рыбы. И самое главное – это бутерброды с красной икрой. Готовим мы, конечно, у нас в семье утка с яблоками. Это традиция у нас. В новогодние праздники ильичовцы с удовольствием выступают в роли Деда Мороза, стараясь приготовить родным и близким сюрпризы и подарки. Новый год я обычно маме дарю всякие интересные подарки, которые я делаю своими руками. Я очень люблю делать игрушки на елке, например, карандаши я дарю бабушке, она работает на почте. Потом дедушке я люблю подарить какую-то интересную книжку, он любит читать. Маме я всегда дарю духи, парфюм какой-то, а друзья дарю какие-то такие маленькие вещи, делаю своими руками, какие-то конфетки, предсказания ложу. Подарки дарим, ну, знаете, кому что необходимо. Например, наверное, что-то из техники. Ну и сладкие какие-то подарки однозначно. Уже через несколько часов каждый из нас сможет загадать заветное желание и заглянуть под новогоднюю елку. Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты, новые цели. Что хотят получить ильичевцы в новом 2015 году и чего желают друг другу, вы узнаете из нашего сюжета. Говорят на Новый год, что не пожелаешь, что всегда произойдет, то всегда сбывается. В эти с детства знакомые строки и сегодня верят не только малыши, но и взрослые. Уходящий 2014 год был весьма сложным, как для страны в целом, так и для Ильичевска. Поэтому в новом году жители города мечтают о самом главном. Было получше в семье, чтобы дети были здоровы, внучка была здорова и чтобы все получалось то, что они задумали. Самое главное в жизни. Хорошая жизнь, благополучие, всего еще. Чтобы все было отлично. В преддверии праздника ильичевцы не скупятся на добрые слова и пожелания. Хотелось бы пожелать всем мира, здоровья, благополучия и чтобы этот год приносил людям только приятное, радость и удачу. Чтобы все провели Новый год очень хорошо, чтобы все были счастливы и были рады этому новому году. Здоровья прежде всего, семейного благополучия и мирного неба над головой. Чтобы все были здоровы, красивы, веселы. Все равно не унывать. Прежде всего счастья, здоровья, благополучия, чтобы у людей решили все их материальные проблемы. Чтобы не только в Ильчовске, а во всей Украине не было войны такой, как и сейчас есть в других городах. Чтобы все люди жили нормально и спокойно, чтобы у них были дома. Хочется верить, что в новом 2015 году все мечты жителей нашего города обязательно осуществятся. А для этого нужно не забыть в новогоднюю ночь под бой курантов загадать желание. А сейчас информация про культурно-масовые заходы, присвященные Новому року и РИС-2, которые будут проходить у новоречную ночь и у первых числах сечня в нашем городе. 1 сечня о 2-й ночи на майданчику біля Палацу спорту Юність відбудеться привітання від Ильичівського міського голови. Після фейерверку, який пролунає о 2-й годині 10 хвилин, розпочнеться святкова программа за участю шоу «Трупи Балкан», Одеського театру «Карнавал» та творчої молоді міста. В день о 13-й годині на майданчику біля Палацу спорту Юність гратиме Муніципальний духовий оркестр. 3 січня о 12-й годині в Олександрівському будинку культури розпочнеться театралізована вистава Народної церкової студії «Арликіну» і Лічівського морського торгового порту «Волки Семіра Казлят на новогодній лад». З цією ж программою артисти виступатимуть 4 січня о 12-й годині в Молодолинському будинку культури, 5 січня теж о 12-й годині у Бралачобалківському клубі. 5 січня о 18-й годині в селищі Олександрівка розпочнеться щедрування по селу до свята Різдва. На сьогодні це вся інформація, підготовлення для вас редакції новостей Ілічівського телевидення. Нашу студію украшала робота, созданная учеником 3-го Б-класса 4-й школи Віктором Бабиченко і його сістрічкою Маргаритою Песцовою. Следуючий выпуск программы Ілічівські новости выйдет в ефір в понедельник, 5 января. Коллектив ІТ-3 поздравляє всіх телезрителей з наступаючим новим 2015 годом. Пусть він стане для вас вестником щастя, радости і достиження желанних целей. Забудьте о заботах і неприятностях, вступайте в Новий год з улыбкою і замечательним настроенням. Добра, благополучия і мирного неба вам і вашим близким. Сьогодні с вами була Єлена Прокопьева. Всего вам доброго. До свидання. Дякую.